Всем привет! С вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. В предыдущих видео я уже рассказывала о своем опыте заморозки зелени. Если вы не видели, то ссылку я оставляю внизу в описании. А сегодня покажу, как я готовлю ягоды для зимы. Я пользуюсь двумя способами, в зависимости от того результата, который нужен мне. Для первого способа нам понадобится целая, не переспевшая ягода. Она должна быть максимально свежей, так как мы будем замораживать ее целиком. Если ягода будет уже переспевшей, то при разморозке она обязательно расползется и потеряет свою форму. Думаю, для тех, кто уморозит ягоды целиком уже не первый раз, давно известно, что после разморозки они становятся кислыми. Поэтому такой способ подходит больше для оформления или пирогов. Также хорошо использовать такую ягоду для компотов или киселя. Ягоду нужно хорошо промыть, осушить от лишней влаги на салфетках, перед этим удалив все плодоножки. Кстати, чтобы долго не ждать, каждую ягоду вы можете промокнуть салфеткой и уже раскладывать ее на доску для заморозки. Конечно, если у вас объемы ягоды небольшие, это можно сделать быстро. Обязательно раскладываем ее на расстоянии, чтобы она не примерзала друг к другу. В наше время уже никто, наверное, не готовит варенье, компоты. Даже если кто-то и готовит, то делает уже это в меньших количествах. Все предпочитают покупать большие морозильные камеры и все замораживать. Так, конечно, быстрее и с какой-то точки зрения полезнее. И замораживаем в течение нескольких часов, а затем просто перекладываем в контейнеры. В контейнерах такая ягода лучше хранится, она у вас при разморозке не растечется, будет размораживаться нормально. Точно такой же сухой заморозкой можно пользоваться при заготовке смородины, крыжовника, вишни с косточками. А если вы будете брать ежевику или малину, то обычно ее не моют перед заморозкой. Крупную вишню или черешню я замораживаю тоже в контейнерах, но уже без косточек. Это удобно. Такая вишня подходит для пирогов, вареников. Займемся вторым способом. Можно вместо бумажных салфеток использовать полотенце, но будьте готовы, что оно может окраситься. Здесь уже у меня переспевшая есть ягода, вот такая мелкая. В принципе, если набрать полностью вот такую мелкую, ее тоже можно заморозить. Использовать для украшения или вот такую целую пересыпать сахаром. Я думаю, что многим знакомы эти способы. Если вы знаете что-то новенькое, обязательно напишите. Кстати, для второго способа абсолютное высушивание ягоды не обязательно. У нас пока еще не наступил сезон смородины, вишни, крыжовника. И малины еще тоже нет. Поэтому я в одном видео рассказываю сразу обо всех видах ягоды, так как принципы заморозки одинаковые. Второй способ больше подходит для еды. То есть, если вы хотите разморозить ягоду и сразу ее съесть, то лучше, конечно, превращать ее в пюре с добавлением сахара или без. Здесь уже по желанию. Некоторые ягоду не пюрируют, оставляют ее целой и просто пересыпают сахаром. Я же обычно измельчаю, для меня так практичнее. Как я уже говорила, после разморозки ягода уже не такая сладкая. Поэтому ее все равно нужно будет есть с добавлением сахара. Далее ягоду я перемещаю в блендер. Кстати, не обязательно делать пюре прям таким очень-очень ровным. Можно оставлять более крупные кусочки. Нет блендера, перекрутите на мясорубке. Или просто измельчите толкушкой. Добавляю сахар. И буквально за пару секунд получаем вот такое пюре с достаточно крупными кусочками. Можно использовать вот такие зип-пакеты небольшого объема. Либо вот такой контейнер, достаточно плотный. Будет препятствовать проникновению различных запахов. И достаточно плотно закрывается. Перекладываем и закрываем. Вот таким вот образом. Затем один контейнер ставится на другой. И очень удобно. Для меня лучше качественнее, но меньше. А выбор уже за вами. В такие пакетики закладываем ложкой. Сильно плотно не нужно набивать. Чтобы они у вас в процессе заморозки не лопнули. Выгоняем лишний воздух. И плотно закрываем. А что касается места в морозилке. Для меня это лучше и меньше, но качественнее, чем много. Затем все равно всегда эта ягода остается. Начинаем искать перед свежим урожаем рецепты с замороженной ягодой, чтобы освободить место. Поэтому я заготавливаю всего понемногу и мне вполне хватает. Каждый год, конечно же, лучше замораживать свежее. Ну что ж, вот такие способы. Также напишите, какими способами вы пользуетесь. Может есть что-то новенькое, что я не знаю. Буду вам признательна. На этом у меня все. До новых встреч. Пока!